Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, объясню вам на основе очень авторитетных верифицированных источников, почему русские все превращают вокруг себя в помойку. В помойку превращают собственную страну и все те места, где они находятся. Это очень общеизвестный факт. И подтолкнуть исследование этого факта, собственно говоря, мне помог один очень известный человек в Украине, бывший глава одной облгосадминистрации на востоке Украины, бизнесмен, который как-то рассказал мне о том, как его отец, солдат советской армии, во время освободительного похода против фашистов возмущался и очень удивлялся тому, что русские солдаты всегда должны были насрать, извините, фортепиано. То есть, где бы они ни были, какой бы они прекрасный дом ни захватывали, везде они срали и помечали все место своим говном. И, как оказалось, при более глубоком исследовании это совершенно открытие не новое. То есть, это было у Льва Толстого описано очень хорошо, у других российских писателей, у Чехова и так далее. У многих, соответственно, у Лескова есть такие истории, но есть и документальные, явно документальные вещи. Вот что, например, по поводу этому писал русский писатель Алексей Горький, которого, собственно говоря, Максим Горький, Алексей Пешков. Его трудно обвинить в русофобии, потому что он сам русский. И вот что он писал. Мне отвратительно памятен такой факт. В 19-м году в Петербурге был съезд деревенской бедноты. Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился, и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших северских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды. Уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал, сотни раз наблюдал в России это темное мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное. Писал о россиянах Максим Горький. И для того, чтобы показать причины вот этого явления во всей его полноте и рефлексию таких очень умных людей на это, как они это воспринимали, откуда и чем они это объясняли, я приведу одну очень известную цитату гениального писателя польско-еврейского Станислава Лема. Он был сам свидетелем, у него в семье погибло очень много от нацистов во время Голокоста. И вот что он писал о советской вот этой жестокости. Он писал, что она была еще больше, чем немецкая. Представьте себе. И следует сказать, что Станислав Лем очень интересен тем, что он создал очень много таких научных провидческих текстов. То есть он предугадал появление интернета, предугадал появление там смартфонов, этих электронных книг, компьютеров и так далее. То есть очень-очень детально еще в 50-е годы. То есть умный человек, который имел огромную интуицию, это подтверждено его работами. И вот что писал этот Станислав Лем. Жестокость немцев, входивших в оккупированную страну во времена Гитлера, несравнима по своему опыту и вширь, и вглубь с советской. То есть советская жестокость гораздо больше. Немцы были методичными, планомерными, придерживались приказов, обезличенным и вообще механическим образом. Они считали себя высшей расой, а нас, евреев, унгесифер, обреченными на истребление паразитами. Паразитами настолько коварными, одаренными такой хуцпой, что эти паразиты осмелились благодаря лабурятской мимикрии приобрести сходство, удивительная похожесть на человека. А вот советы были бандой, которая понимала свою распоясанность и подлость таким образом, что насилуя 80-летних бабушек, как оказывается, советы насиловали 80-летних бабушек во время Второй мировой войны, о чем писал свидетель Станислав Лем, раздавая смерть по прихоти, вскользь, между прочим, ломая, разрушая и уничтожая все признаки достатка, порядка, цивилизованной состоятельности, демонстрируя в этом инициативу, внимание, сосредоточенность, напряжение воли. Благодаря этому они мстили не только немцам, а в конце концов всем другим за то, что немцы устроили в России, но и мстили всему миру за пределами своей тюрьмы местью самой подлой из возможных. Ведь они обсирали, обсирали, пишет Станислав Лем, все. Никакие животные не демонстрируют подобного, так сказать, экскрементального упорства, которое демонстрировали россияне, забивая и наполняя своими экскрементами разгромленные салоны, госпитальные залы, биде, клозеты, засирая книги, ковры и алтари. В этом сранье на весь мир, на какой они теперь могли. Какая же это радость надавить, испачкать, обосрать, ко всему еще и изнасиловать и убить. Они насиловали женщин после родов, женщин после тяжелых операций, насиловали женщин, которые лежали в лужах крови, насиловали и срали. А кроме того, они должны были воровать наручные часы. И какой-то их малый бедняжка Салдафон не имел уже на это шансов среди немцев в госпитале, потому что его предшественники забрали все, что можно было забрать. Он расплакался от страданий и в то же время кричал, что если немедленно не достанет наручных часов, то застрелит трех первых встречных. И как-то в Москве, пишет дальше Станислав Лем, в 1961 году я наведался после 12 ночи, проехав прямо с аэродрома в ресторан эксклюзивного отеля. На улице толпа других россиян, желающих забавой, счетно добивалась до гостиничной двери. И хотя там никого не насиловал, никто никого не насиловал, не убивал и не обсирал, я видел то же самое, что во время войны. И это произвело на меня незабываемое впечатление. Я назвал их обезумевшим стадом, так как они не верят в Бога. То есть я видел людей, которым отсечены ценности, тотально ампутирована этика. Это было действительно отвратительное зрелище. То есть отсечены ценности, тотально ампутирована этика. Это приблизительно то же самое наблюдение, которое о русских написал украинский писатель Николай Гоголь, который писал о мертвых душах. То есть отсечены ценности, тотально ампутирована этика. Ну, собственно говоря, многие русские говорят, что у русских какая-то особая есть лишняя хромосома, 47-я там или какая по счету. Но похоже, что у них нет чего-то большего. Если Гоголь писал о мертвых душах, а Лем о тотально ампутированной этике. И вот что дальше пишет Лем. Эти истории, эти диагнозы известны. А наша цивилизация делает, что может, чтобы их скрыть, затоптать, похоронить, не замечать, не признаваться в этом. А если не удастся, советская система, как проявление коррупции наилучшей и в действительности наихудшей, является системой взращивания всевозможных этих черт, на которые вообще способен подлый человек. Измена ближним, отдача на мучения приятелей, ложь на каждом шагу, жизнь в фальше от колыбели до могилы, попрание традиционных ценностей культуры и бетонирование определенных формальных аспектов этой культуры. Ведь ясно, что это изнасилование, мучения и обсирание является одной стороной монеты, а другая сторона это советское пуританство, извините, викторианство, отечественность, патриотизм, коммунистическая нравственность и так далее. Что здесь еще писать, что здесь можно добавить, пишет дальше Лем. И радикальному неверующему, такому как я, то есть он признает себя неверующим, мысль о том, что Бога, пожалуй, и нет, однако сатана, пожалуй, все же есть, когда существуют советы. Эта мысль точно навязчиво возвращается снова и снова. То есть он фактически вот эти советы с сатанизмом отождествлял Лем, знаменитый фантаст. Дальше он пишет. Громадная сверхдержава со сфальсифицированной идеологией. Никто в нее не верит. Со сфальсифицированной культурой, музыкой, литературой, школьным образованием, общественной жизнью. Все сфальсифицировано от А до З. Не от А до Я, а от А до З. Настолько добросовестно под таким давлением репрессий, под таким полицейским надзором, что эта мысль рождается сама собой. Кому-то все это может служить лучше, чем властелину мух, то есть сатане. Я знаю, что его нет, это дальше пишет Лем. И в определенном смысле это даже еще хуже, как диагноз, советом, из-за отсутствия негативного полюса трансцеденции. То есть они делают русские это зло сами по себе, как пишет Лем, потому что у них оно внутри. Называется произведение листы, то есть письма или сопротивление материи Краков. Написано в 70-х годах и издано много раз. И вот ясное дело, что в России это никогда не издавалось. Это понятное дело. Там много разных интересных его замечаний о России. о русских. Ну вот можно вспомнить, как он говорит о вот этом бахвальстве россиян, когда можно было подойти к красноармейцу и спросить, а ископаемая шерсть у вас в России есть? И он всегда с каменным лицом отвечал, конечно, есть. То есть российские солдаты. Вот. Как они во время обстрелов накидывались на еду русские солдаты. То есть им говорили, это же опасно. А русские отвечали, ничего, нас много. Если убьет, так хоть надеедимся перед смертью. Ну, короче, вот такое вот жадное ко всему. И что интересно в этом сообщении Лэма? В том, что, знаете, я вспомнил, перечитывая его, я вспомнил сообщение одного из римских управителей в Сирии в начале второго века нашей эры. И он писал римскому императору сообщение о христианах. То есть ему нужно... Попросили составить такую записку докладную о христианах. И он писал о христианах с точностью да наоборот. Вот этим всем чертам. Он пишет, что христиане это люди, которые считают, что все в мире создано для красоты, создано для добра и создано, собственно говоря, для них в этой красоте. А русские наоборот. То есть вот эта гипотеза Станислава Лема о том, что Россия служит сатане, она, конечно же, очень серьезно подтверждается сегодня всеми действиями России. И всеми ее моральной деградацией. То есть, как писал Гоголь, мертвые души. Вот почему это произошло? Я считаю, как историк. Я считаю, что это произошло из-за того, что Россия совсем недавно выбралась из каменного века. И этот путь, который другие страны и народы преодолевали через саморазвитие, через какую-то эволюцию, русские просто его проскочили. Они не смогли пройти от пещеры. И поэтому, конечно же, вынуждены будут возвращаться туда-назад. Такая история, друзья. Но в мире есть и много хорошего. Хорошее это то, что в современном мире, как оказалось, Россия совершенно недооценила людей доброй воли. Людей доброй воли, силу этих людей доброй воли, их решимость. То есть они судили о других народах, в том числе об украинцах, по себе. Они думали, что украинцы такие же трусы, что украинцы такие же низкие в своих мотивациях, что они разбегутся из-за трусости и так далее. То же самое, кстати, они думали и о западных лидерах, и о западных странах. Где-то угадывая вот эти человеческие слабости, но по большому счету ошибаясь, потому что очень было наивно со стороны России полагать, что Америка, которая дралась за свое сегодняшнее положение, или Британия, которая дралась, и владычица морей, что они просто так сдадутся под тупыми росказнями и угрозами. Конечно же, это было свидетельство интеллектуального банкротства России. То есть они никого про других не могли считать. То есть они не просчитывали вот эту человеческую натуру. В силу того, что ампутированная этика, в силу того, что мертвые души, они других просто не смогли просчитать своими гэбэшными, так сказать, компьютерными. Но это другая история. Поэтому, друзья, читайте Станислава Лэма. Очень интересный писатель. Вообще, если вы хотите что-то умное прочесть, наберите в гугле Станислава Лэма цитаты. Даже можно книжки не читать. И вы поймете, насколько это глубокий и правительский человек. Но с Богом до перемоги Украина победит. Все люди доброй воли. Слава Украине!